На связи с нами российские журналисты, социолог Игорь Яковенко. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В последнее время мы видим много новостей, которые ранее были, в принципе, удивительными. О том, что в России родственники мобилизованных выступают против этой мобилизации. А по вашему мнению, по вашим данным, как социолога, падает ли из-за всего этого поддержка войны населением? Какие настроения? Вы знаете, в России, как и в любом тоталитарном фашистском государстве, невозможна опросная социология. Поэтому никаких цифровых данных на этот счет нет и быть не может. Просто когда вы встречаете какие-то данные опросов именно по этому поводу, по каким-то другим поводам, может быть. А вот по поводу отношения к власти, к ее действиям, все опросы, ну, это, в общем, то, что надо, так сказать, к этому надо относиться очень скептически. Поэтому никаких количественных данных здесь быть не может. Ну, представьте себе, чтобы вы провели какой-то опрос на тему отношения к Сталину и его политикой, там, в каком-нибудь 40-м году, или там, в 43-м, или даже в 37-м и так далее. Понятно? То же самое в отношении Гитлера. В Третьем рейхе попробуйте провести подобного рода опрос на улицах Берлина или, так сказать, по телефону. Понятно, насколько это абсурдно. Значит, что же касается вот косвенных данных, то, в принципе, вот эта поддержка этой войны, она была существенно ниже с самого начала, чем, например, поддержка оккупации Крыма. Вот тогда действительно было большинство. И данные об этом косвенно свидетельствуют распространенность вот этой вот ленточки георгиевской, символ вот этого крымнашевства. Это георгиевская ленточка. Она была очень распространена. Что же касается вот этой вот полусвастики, то ее в России вот с самого начала войны было очень мало. И она была очень характерна для каких-нибудь там, так сказать, государственных учреждений, вообще на вот таких площадках, как общественный транспорт, там, здания и так далее. А на машинах и на одежде ее можно было встретить очень редко. Я вот сравнивал как раз в метро, значит, на автомобилях на улицах Москвы очень, ну, просто, ну, там, на порядок меньше, чем эта самая ленточка георгиевская. Значит, сейчас, безусловно, поскольку 21 сентября, когда Путин объявил о мобилизации, война пришла в Россию. То есть, до этого граждане России наблюдали эту войну как, ну, как какой-то футбольный матч. Так, сидя на диване и попивая пивко, в общем, смотрели, что кто-то там в телевизоре кого-то убивает. В общем, это было далеко. И, ну, в основном, да, наверное, болели за наши. Да, то есть, вот, смотрите, как здорово мы там. Тем более, что российский телевизор рассказывал исключительно о победах российской армии, совершенно ничего не говоря о поражениях. Ну, а вот когда война действительно пришла, ну, не в каждый дом пока еще, но, в общем-то, ощутимо пришла к людям, то люди стали воспринимать, действительно, вот война идет, мобилизовывает. И отношение к этому, оно сразу действительно изменилось. Потому что, ну, вот смотрите, значит, мобилизация реально была мобилизована, как известно, как Путин сказал, 320 тысяч. В обратную сторону побежали, то есть, в сторону противоположную от мобилизации, то есть, за границу побежало свыше 700 тысяч. То есть, ну, фактически в два с лишним раза больше. То есть, вот отношение. Вот это вот, что называется, как Станиславский говорил, верю. Да, то есть, люди проголосовали ногами. И, в общем, это, я сейчас не буду разбираться там, какая часть из этих убежавших от мобилизации против войны, а какая просто не хочет умирать. Это отдельный вопрос, и тут много спекуляций, но эту тему мы сейчас, я надеюсь, затрагивать не будем. Если хотите, затронем. Но, в любом случае, негативное отношение к войне с самого начала мобилизации, потому что она затрагивает каждого. Второй момент, который еще существенно снизил поддержку войны, это поражение российской армии. Потому что, ну, вот всю эту авантюру, преступную авантюру Путина с войной, в общем-то, люди поддерживали до тех пор, пока, ну, не стало очевидно, что Россия терпит поражение. Херсон – это, конечно, перелом. Вот эта четвертая победа, ну, такая существенная, заметная победа Украины, там, остров Змеиный, еще можно было как-то сказать. Ну, подумаешь, какой-то, хотя только что говорили, что это ключевой, так сказать, кто владеет островом Змеиным, тот владеет Черным морем. Ну, вот это сразу же сменилось, как только Украина отбила остров Змеиный, сразу же сказали, ну, подумаешь, этот остров никому не нужен, вот, пожалуйста, отдали. Потом эта история с, значит, с выбрасыванием российских оккупантов из Киевской области. Ну, сказали, это был жест доброй воли. Ну, ладно, вроде бы понятно. Что касается Харьковского наступления, третья большая победа украинской армии, ну, здесь уже было немножко сложнее, здесь уже стали чесать в затылке. И, в общем, Харьковское наступление украинской армии произвело серьезный эффект, в том числе и заставило, так сказать, ну, вздрогнуть и серьезно задуматься, в том числе и российские телеканалы на это отреагировали, ну, скажем так, некоторой озадаченностью. В общем, здесь уже пошли разговоры о том, что предательство, что-то надо делать, вообще хватит уже цасказка, надо воевать всерьез. Ну, и, наконец, Херсон. Херсон – это перелом. Отношение к Херсону совершенно другое. Здесь уже никаких там жестов доброй воли, здесь уже никаких... Здесь, и, что характерно, российская пропаганда откликнулась на Херсон совершенно иначе. Она откликнулась на Херсон ожесточением, твердым заявлением. На первом уровне, верхний уровень государственной пропаганды – это было отрицание, что что-то случилось, все нормально, все идет по плану. Мы, как Кутузов, сдаем Москву, не сдаем Россию, все нормально, все правильно сделано. Мы давно этого хотели. На следующем уровне, когда речь идет о личных телеграм-каналах или тот же самый Соловьев, который на государственном телевидении говорил, что все здорово, все идет по плану, все правильно, а на своем частном, ну, в известной степени уже личном YouTube-канале он беснуется, кричит, что почему никого не расстреляли, почему никто не застрелился, и хватит врать. Ну, понятно, о ком идет речь. Кто у нас врет больше всего? Больше всего врет Путин, на втором месте Соловьев. Кого он здесь имеет в виду, довольно сложно определить. Ну, то есть, это вот совершенно другой уровень. И еще, что важно, это вот ощущение страха. То есть, в принципе, ощущение того, что все идет к концу, это вот в российской пропаганде почувствовалось. То есть, это люди, которые на самом деле вот этой истерикой скрывают свой страх. Это все передается людям. Понимаете, вот есть вот такое ощущение, оно абсолютно ненаучное определение, когда в воздухе разливается ощущение бессилия власти. Вот я понимаю, что от социолога неприлично слушать такие вещи, но вот этот вот термин «запах власти» я часто использую, в том числе и в исследованиях, его можно верифицировать. То есть, вот когда от власти пахнет властью, то тогда действительно люди это чувствуют. И силовики начинают слушаться, и сами люди, в общем, притихают и стараются не выступать. Но в момент, когда от власти начинают пахнуть бессилием, немощью, это в воздухе разливается. И вот я это наблюдал физически, когда, так сказать, в августе 91-го года мы руками останавливали танки, не потому что там все были такие супер бесстрашные москвичи, а потому что мы чувствовали бессилие власти. Несмотря на то, что, ну да, там троих задавили, действительно страшно, когда эта бронированная фигня на тебя идет. Но вот это ощущение бессилия власти, оно тогда чувствовалось, оно разлито было в воздухе. И сегодня вот этот запах нарастающего бессилия власти, он начинает ощущаться. Ну, я бы так сказал, и это снижает, конечно, поддержку войны. Хотя по-прежнему она достаточно велика, к сожалению. Да, получается, пахнет сейчас не властью, а пахнет сейчас пригожиным, например, если использовать вашу терминологию, как минимум. Это отдельный запах, о нем стоит отдельно поговорить, но я боюсь, что у нас не хватит времени. Точно, точно. Да, напомню, что, кстати, вы об острове Змеиный упомянули, он считался воздолжным плацдармом для прикрытия российского десанта, который должен был высадиться в Одессе. Это тоже стало, кстати, провалом, который неосуществившаяся, скажем так, спецоперация. Расскажите, пожалуйста, Игорь, о том, как сложилась эта уникальная ситуация, что получается не только либералы, а еще и Z-сообщество понимает, что войну с Украиной не выиграть после освобождения Херсона. Вот вы говорите, что это перелом. Какие мы будем видеть следствия этого перелома? Это будут протесты, это будут, я не знаю, смены риторики, пропаганды. Нас будут готовить теперь к чему-то другому, точнее, российское общество будет готовить к каким-то новым сложным решениям, как говорил Суровикин. Что будет? Это два разных вопроса. Попробую на них ответить по пунктам. Значит, первый вопрос – это, значит, почему не только либералы, но и Z-сообщества? Вы имеете в виду, очевидно, турбопатриотов, таких как, ну, там я не говорю о Гиркине, потому что непонятно, где он, жив ли он вообще. Там какие-то старые видео его кидаются, это отдельная история. Но вот турбопатриоты, такие как националисты, там всякие Холмогоровы и так далее, они действительно открыто уже критикуют власть. Ну, в частности, вот этот, так сказать, совершенно потрясающий по своему идиотизму Димарш Дугина, который просто открыто начал грозить Путину смертью. Ну, это человек, тяжело отравленный, так сказать, испарениями, миазмами собственного мозга, поскольку он в капсуле существует. Но это очень характерно. Вот этот турбопатриот, который действительно сейчас, так сказать, Путину просто открыто пригрозил смертью. Ну, там немножко чуть-чуть завуалировано, но прямо это считается. Значит, это уже вот такая история. То есть, на самом деле, проблема в том, что долгие годы, несколько лет, по крайней мере, существовала такая асимметрия российской цензуры. То есть, власть разрешалась критиковать со стороны, так сказать, сверхлюдоедов за недостаточное людоедство. А вот со стороны либералов запрещено было критиковать. И, в частности, в программах Соловьева там постоянно критиковалась власть за то, что вот расстрелов нет, что, так сказать, там, я не знаю, госплан не восстанавливают и так далее. А со стороны либералов, ну, их приглашали только для того, чтобы побить. И вот сейчас, кстати говоря, произошло изменение. Сейчас власть почуяла опасность со стороны турбопатриотов. И я верю в то, что вот по информации целого ряда СМИ, что, так сказать, в стоп-листы включили наиболее агрессивных вот этих вот людей, в том числе и депутатов Госдумы, которые постоянно критикуют власть за недостаточное людоедство. Ну, такие, как, там есть такой сумасшедший совершенно генерал Гурулев, депутат Госдумы от Единой России, который все время говорил, почему мы до сих пор атомную бомбу не бросили там на Лондон, Париж, на Нью-Йорк и так далее. Ну, вот им уже это ограничено, потому что власть почувствовала опасность. Что касается, что будет, ну, понятно, что будет. Значит, Путин будет, с одной стороны, грозить атомной бомбой, с другой стороны, он будет продолжать свой терроризм, потому что единственное, что ему осталось, это пытаться уничтожать украинские города, оставлять их без света, без воды, ничего другого он сейчас делать не может. И, с третьей стороны, он будет все время надевать, так сказать, себе на лицо, там, я не знаю, голубиную маску и говорить, что, ну, давайте украинцы уже, давайте с вами сотрудничать, мы же с вами партнеры, как он недавно сказал. Надо возобновить полноценное сотрудничество с украинскими партнерами. Ну, никто не знал, что, оказывается, вот, когда там украинские города уничтожают, убивают украинцев, гравят, насилуют, разрушают инфраструктуру, оказывается, это такая форма партнерства, это новое слово, так сказать, в мировой практике, но вот надо иметь в виду, что когда Путин кого-то убивает, это значит, что он считает его партнером. Ну, вот это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен путинский режим. Игорь, спасибо вам большое, было интересно вас послушать. Отдельно спасибо за то, что так рано включились к нам в эфир, были рады вас видеть. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был на Freedom.